Ну что ж, тоже важное направление. Спасибо, хорошее. А если посмотреть широко на этот вопрос, то медиация в социальной сфере – это медиация с неблагополучными семьями, различные программы, связанные с ресоциализацией, например, из мест лишения свободы. Освободился гражданин, у него ни друзей, ни связи, ни работы, иногда и квалификации нет надлежащей. Его необходимо обратно писать в общество. Органы социальной защиты и поддержки, и не только России, но и ряда других государств, выделяют на это программы финансирования. Мы отдельно поговорим. Гранты выделяют. Гранты, да, вы говорите. Это или гранты, или это в рамках государственных закупок. Но хочу сказать, что это довольно трудная работа, но зато это стабильный источник заказа, как госзаказ. Причем сами медиаторы становятся в очередь за то, чтобы поучаствовать в таких программах, потому что здесь действительно много интересного. Есть возможность для профессионального роста, но работать спустя рукава в этом направлении не удастся. Это трудная работа, тяжелая. Еще раз, как она финансируется? Например, заявку на грант можно подать в рамках конкурса президентских грантов. При условии, я здесь взял отвлеченную картину, она не обязательно из России, как вы видите, да, общепризнанная, мировая ситуация, общепринятая. Грант, это не означает, что деньги даются даром. Вы их должны отработать. Причем выполнить, достичь те измеримые качественные и количественные показатели, которые прописаны в заявке. Я смотрел статистику грантов, удовлетворяющих по теме медиация. Она не очень блестящая за последние годы, имея в виду конкурс президентских грантов, потому что у нас в стране хватает и других проблем, довольно приоритетные проблемы. Но вместе с тем, хочу заметить, что не нужно отчаиваться из-за того, что ваша заявка не выиграла три года подряд. Можно подать и четвертый, и пятый год, и смотреть другие источники финансирования. Следующий источник финансирования какой? Государственные закупки. В России есть система госзакупок, и в других странах есть. И между прочим, да, у вас тоже есть, замечательно. У нас граждане иностранных государств, ну, конечно, прежде всего имеется в виду постсоветского пространства страны, и организации иностранных государств, также могут принять участие в государственных закупках. Иногда проще выиграть госзаказ, чем получить грант. Вот по нашему опыту нам удалось четыре государственных заказа выиграть и успешно выполнить. А обращение за грантом в рамках фонда президентских грантов подавали несколько раз, но не выиграли, не смогли. Но недостаток в чем заключается? Это очень специфичные правила. Причем они постоянно меняются. Рынок государственных закупок вызывает много нареканий со стороны специалистов. Одни говорят, надо более жесткие правила сделать, другие говорят, нужно наоборот, дерегулировать больше свободы, чтобы упростить, чтобы повысить уровень конкуренции. И эта дискуссия продолжается уже много-много лет. Второе. По словам низкий уровень конкуренции, как вы видите на экране, что имеется в виду? Когда статистика гласит, у нас под 90% закупок проводится с участием одного единственного поставщика. Я имею в виду не только закупки, связанные с образовательными услугами, а в целом поставки в экономике. Для чего спрашивается вводить, нагромождать очень специфические правила, если все равно является только лишь одно лицо? Ну, тем не менее. Одновременно есть такая практика – демпинг. Демпинг – это когда стартовая цена контракта примерно в 100 тысяч рублей, а реально заключают сделку за 15 тысяч рублей, а то и за 10 тысяч рублей. Это просто ужас, насколько сильно падает вне цена в процессе торгов, если тема связана, какая-то расхожая тема. Вот, например, тема, связанная с обучением персонала, личностный рост, развитие, все, что включает понятие коучинг. Цена просто начинает конкурировать с заявками между собой, и далеко не однозначно, что ваша заявка выиграет на достаточно интересном уровне. Но вместе с тем есть незанятые ниши, и их надо внимательно выискивать. Продолжение следует...